Освобождение хутора Коржевского от немецко-фашистских захватчиков, которое произошло 81 год назад, знаменует собой и победу над оккупантами в нашем районе. Это историческое событие имеет для славянцев особое значение. Здесь, в районе прорыва голубой линии, немцы сопротивлялись ожесточённо. Но наше дело было правое – враг был разбит и одержана победа. Для коржевчан начало апреля – это не только весеннее возрождение природы и кипение цветущих садов. Это всегда день освобождения хутора, который здесь особенно любим и почитаем. Ветераны труда, учащиеся представители местных властей и общественности, словом, все, для кого дорог этот праздник, пришли к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне. Глава коржевского сельского поселения Олег Шуваев поздравил собравшихся с освобождением хутора и пожелал им всего наилучшего. 4 апреля – значимая дата для всего Славянского района. 81 год назад освобождением хутора Коржевского закончилась восьмимесячная оккупация и Славянский район был полностью освобождён от фашистов. Это особая дата, которая навечно вписана в историю нашего хутора. В каждом доме, в каждой семье живёт добрая память о героизме и мужестве советских людей в годы Великой Отечественной войны. У подвига нет срока давности. Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом освободителей. Говорим спасибо нашим дорогим ветеранам, воинам и труженикам, которые противостояли оккупантам и восстановили хутор в мирное время. Освобождение Славянского района в далёком 43-м продолжалось более двух месяцев, и оно стоило жизни тысячам солдат и офицеров. Это не забывается. Освобождён весь Славянский район. В границах того времени, которое было, и, как уже установлено в настоящее время, при освобождении и защите Славянского района в период 42-го года августа, в год апреля 43-го, погибло более 18 тысяч бойцов и командиров Красной армии. Они нашли в себе мужество, героизм, стойкость, чтобы изгнать этого врага, который пришёл, это был страшный враг, пришёл завоевать наши земли и никаких, если бы не они, наши деды и прадеды, мужички, и отцы, то нас бы здесь не было. В этот знаменательный день учащиеся 19-й школы в торжественной обстановке дали клятву юноармейца. Каждый из них получил личную книжку и значок принадлежности Всероссийскому общественно-патриотическому движению «Юноармия». Отряду же вручили флаг. Ребятам пожелали хорошо учиться, горячо любить свою родину, быть настоящими патриотами. Минутой молчания присутствующие почтили память воинов-освободителей. Затем участники митинга возложили цветы к памятнику. Многие жители хутора считают своим долгом почтить память солдат Победы, сложивших здесь голову и упокойных в братской могиле. Вечная слава героям! Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».